с миром я с вопросом и за рекомендациями но в общем я уже вижу что я настолько получил этого нашего местного папа что он тут нету начинает сыпать угрозы я не боюсь абсолютно ничего но факт то что вот как мне продолжать я сказал что я буду бога слушать они тебя вот мне господь говорит что надо кто-то сказал там обличает надо ягона что это такое как как по-другому это я допустим не могу мне господь надо так делать ну вижу что как вы сказали что духовный труп бесполезно что-то пробивать ему я вот высылал рассылки было там что-то смотрю ролики рассылай а вот этих нарушениях серпи там все и чё там рассылаешь ну покажи хоть одно ничего неправильно все он молчит вот нужен мне вас совет или оставить его ну я-то не собираюсь оставлять дело которое я думаю что господь все-таки благословит меня на это чтобы за чистоту надо бороться вот смотрите бороться правильно это надо но надо знать когда и где а он так сказал а я его послал ну разве это годится он во время службы идет богослужение а я кричать начал уберите торговлю еще тебя свяжет и в дурдом психическую вот вы теперь узнаете как это бороться с неправдой и как человека это попытаться вразуметь пробудить это чтобы человека обруте обратите ян златоуз говорит нужно тысячи талантов вы сядьте напишите какие у вас таланты а чтобы крестить его не надо ни одного таланта достаточно быть рукоположным незапрещенным вот слова какие надо помнить вот сказал ему иеремия говорил его что в ров с грязью бросили уж явных и спасли говори он говорит говори а господь говорит будут слушать не было не будет говори где когда как где он сказал не надо не надо говорит тогда на другой территории в храме не говорить больше ни одного слова встаньте в уголок очень отец я в храме вообще ничего не говорю я выхожу слышу за забором я начинаю разговаривать вот он мне там начинает осаживать и куда бесполезно меня сразу я в этом первое второе достаточно два раза сказали вот теперь напишите кому-то передайте что-то в храме он хозяин он и бог отец я ничего не говорю прям вообще ну вот ну как-то там надо смотреть где-то вот скажет а вы говорите но у нас такая обстановка что мы долго боролись и видишь какой выход нашли отдельный храм отдельный священник свой устав а когда приезжает архиерей мы выключаем кое-что у него эти помощники бывают бритые у нас бритые не не бывает ну молодежь там тут этот день мы все молчим но послабление как бы конечно ну надо же реально смотреть где-то что-то пожертвовать чтобы больше вы вызвали из плена и архиерей настолько расположен что во время литургии митрополит меня рядового или эфретора назови приглашает зайти я имею право вот я рукоположный чтец просит сказать проповедь вещь неслыханная вообще нету нигде во всем мире этого это я абсолютно говорю точно был момент когда пресвятерам запрещали говорить а диакон какой проповедует слово божие в храме назовите ну только кураев было кураев в чем храме проповедовал что ли они да вы покажите где он в храме стоит и проповедует при епископе и спросил просто я не горню никак нет ну и поэтому вещь необычная вот у меня что есть она все необычное почему смирение главное качество они поносят вот у меня допустим бывает в день но 50 такие бога прямо ругательные дать я ни одному не отвечаю ничего я за его закрою или ну просто выберу то что ругается надо просто приспособиться посмотреть а вот особенно я 18 лет сотрудничал с тюрьмою ну сизо там лишнее одно слово тебе может жизни стоить каждое слово на десятки раз просеет что сказать тюрьме даже слова пожалуйста говорить нельзя а тут так просят молиться от один день только в камере в камере один день ночевали утром говорят вчера вот сегодня ночью вы молились и семь человек на колени становились и с вами стояли на коленях ночью можно мы тоже с вами будем молиться я никого не звал ничего нету почему надо чтобы бог тебя на это дело избрал это очень трудный подвиг но господь он берет не совершенно негодный сосуд и наполняет его это все благодать божия вот они у меня там даже в потеряевке против я никак не разговариваю не здороваются они ничего не знают они каждое слово которое я говорю о него переворачивают ничего не надо делать только молиться молиться а господь сам разберется это его творение не моё я молюсь чтобы судный день бог не помянул это безумие реки моря лжи излил и истекает из них ну это полезно для меня не полезно тому кого они отвлекают за это они ответят ясно вот сейчас у нас он сформировал это одно было няганская верхотурская сейчас его убирать опять ханты марсийская из этого я говорю что там басни крыло будет это самое раскладывать по полочкам ну конечно я иногда неправильно шучу наверное вы понимаете все дома возьмите бумагу и напишите я стоял там-то сказал так ты посмотри какой результат после первого второго разумления отойди они хуже еретиков попы сегодня дальше еще раз где-то все кончено я сказал я не виновен теперь языки или 318 все я в стороне и больше понурь головы стой и молись и проси у бога слезы очень важно у нас тут был один шляков или шло шлаков какой-то он просто человек видно что не в своем уме и он пытался учить и чем кончил да ничем он не может бросить пить даже другой курит третий еще по рукам каким-то ты должен быть чистый как стеклышко чтобы все вместе враги соберутся и будут обсуждать где-то там при священстве при епископе чтобы они ни одного слова не могли сказать против и среди них вот такие которые будут говорить за без вас сражение будет а и в стороне шестое качество лидера привлекательность развивайте в себе вопрос еще один задает вопрос ну и что ты сейчас не имея смертных грехов осознанных я не имею я боюсь даже думать плохо вот вот ну я тебе вот покажу где-то и гуну покажи я буду радости ты покажешь меня не увидел этого но я уже не могу думать даже плохо и благодаря никому а вот лапкина вот это братьям которые на молитве за меня молятся я вижу как я меняюсь но это не моя заслуга я понимаю что вот господь так устраивать вот я вот не грешишь я был у осознанно нет боюсь вот ну не знаю как правильный сказал неправильно понимаете иногда нужно так замолчать возьмите для себя обед я буду молчать полгода ни слова не говорить ни слова нигде не никто где-то далеко где меня не видят там я скажу и подам что-то перепишу больше проникают то что есть материалы какие к нам заглядываю на ресурсы вот вы вячеслава семенова знаете я разговариваю с ним общался вот он мне сегодня выкинул говорит я сейчас только задумался понимаете все время шла европа сюда все еще не заставляли делали там переменяли вдруг вы первые пошли по всей европе до самого конца до атлантического океана захватили скандинавию прибалтику православие впервые вышли на мировую арену вот что ему бог открыл так это только на бумаге на деле так как мы едем какой груз где ночевать где обедать где помыть и понимаете сколько вопросов мы их решали сначала на бумаге на молитве а теперь что была ставка куда нам нужно забросить пять тонн литературы это не просто все было так ему бог и это открыл даже на эту тему мы с ними разговаривали щера это он сам размышляет и смотрит и впервые россия двинулась с религиозными с божественными словами к европе которая все пыталась учить россию как жить и при том надо иметь с дарами мы шли каждый дар это 38 томов книг я их прежде написал проверили а теперь мы повезли по всему миру и мы где говорим бывает я только говорю там на площади где-то это 650 городов районных центров получили подарок от нас на 35 миллионов рублей но учитывая что мы в дороге останавливались где-то спрашивали везде было проповедь разговор тысячи может проповедей мы к этому тщательно готовились вот как заранее взяли с собой собаку ученую большую она охраняла нас когда мы ночью спим питание взвешивали сколько дней будет все абсолютно обдумывали но получилось мы не знаем что внутри вдруг мотор полетел там передача горючая передает в швеции сидим никому не нужны и тут сам бог вышел на встречу и дальше как человек который нас в глаза не видел а он ближе всего к нам в калининграде кёнигсберг и он узнал а его нет там он в испании парализованный сергей ему дал сразу телеграмму мы сломанное стоим в швеции он как я в испании дал указание человек эвакуатор присылает в литву и оттуда нас подхватывает и везут ремонтирует и мы снова идем вот видите как не нашего круга как будто люди он давно наш булкин димитрий первый раз у нас услышал и уже шестизначные цифры прислал я говорю о деньгах так что ревность вашу направьте маленько в другое гнев направлены внутрь гнев и сколько лет он делал вот это вот к самоунищижение ему ничего больше не говорите отойдите иногда подать это прочитать наше берегите себя эту ревность они проверьте чего ищите этим а вот он не так сделал христос пришел не так развязала его распяли павлака гнали ну и что златоустые не звергли и не дойдя до ссылки конечно дороге умер веревка за шею тащили а я кто такой чтобы меня не трогали и поэтому они меня получат как хотят а мне благо это благо велика ваша награда на небесах когда будут гнать и позорить вас так далее пророков бывших прежде вас последнее блаженство так что александр успокойся и самим собой займись сейчас больше считать слово божие еще раз пересчитай к истину православию наш материал ну просто зайдите я вам скину материалы хорошо для слова божьего не туз книга у нас есть вы ее не читали наверно нет нет обязательно ну хотите я вам скину на меня только зайдите звоночек дайте я скину она является ключом ко всем книгам ко всем вот сейчас мы трехтопник вы молили у бога уже у меня он есть вы его прочитали трехтопник нет я его просто переслал там мне который взял я переслал дочь вы даже не просто прочитать а вы даже пропитать с этим и дальше будем разговаривать вот были такие которые против но от книга попала для слова божья не туз я не сразу переменили мнение с соли кайфе что же мы делали гнали да я говорю ничего я теперь их утешаю они считают и это больше нигде в мире нету и вот мы кончили трехтомник сейчас молимся помоги господи издать четверотомник проповеди стихах что проповеди в стихах никогда в мире не было девять куплетов и бывает напротив каждой строчки места из библии откуда мысль взятая а как вы это сделали не знаю я ничего этого как будто никогда не делал вот сегодня опять мир ролик один вы считал михаил каримов хороший брат он утрами читает проповеди и в конце мое стихотворение я не могу там ничего своего найти настолько это выше моего образования вот как бог делает и тут нелегко нет нет труда никакого чтобы сковырнуть все а я все время какой был такой остаюсь спасибо христос ясно все мне для меня теперь программу если да программа для вас одна займись собой отвергнись себя никак если где-то представится возможность батюшке помочь там крышу перекрывает еще что-то ты скажешь батюшка доверьте мне мне так охота вам помочь я начальника брала сильно обречил на работе он коммунист и он как против меня обил войну я взошел у него валенки драны я ему принес целое его давайте ван пателе еще починил и починил а когда случилось там кажется до этого я говорю такой образ руководство партия давно осудила и выше стоящий над нами где там объявил приехал там начальник нас вызвал и все утихомирилась я ему стараюсь что-нибудь сделать добро он начальник а я сторож вот я сейчас каждое утро из дома выхожу врачи не врачи а там говорят ходить нельзя я каждый день хожу четыре тысячи шагов большой мост я снимал там трехкратная дверь три трассы идет на той стороне на одном шести почти километр длина через зуб это я из дома дохожу до туда три ступеньки поднимаюсь а три поклона делаю и молюсь и господи сохрани этот мост там дежурные военные охраняют и меня кто спросит а чего туда ходите я работаю там а кем вы работаете дежурным я воин там я его охраняют от мост до кого-то охраняешь беззубый старик я охраняю сейчас только разговариваю как охраняете молитвой я там стану под мостом и молюсь господи сохрани эту красоту вот так спасибо кристос все ясно вопросов нет у меня если у кого вопросов нет я тоже отхожу вопрос такой вот патриарх алексия благословила певать марина цвета его написано из-за сострадания и сейчас очень много всяких там квартир никто не собирается там стихи и и там читает и так далее даже вот как бы как бы верующие люди даже собираются вот скажите свои отношения к этому почему он так сделал вообще ваш взгляд на все это я не до конца понял кто-то она же самоубийцем было кто-то кто она цвета марина цветаева 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 ну есть такие которые бросилась с окна чтобы девственности нарушили и златоуст ее прослабляет не знаю меня не касается это я знаю самоубийцы сарсия божия не наследует в этом не надо вникать я знаю и для этого достаточно и уже нету она перед богом стоит еще и мне судить в разговоре я могу сказать также все на этом аллилуйя так отхожу